Статья. Невероятно! Ребенок сделал то, что современные ученые не могли сделать много лет. Дети-вундеркинды. Невероятно! Ребенок сделал то, что современные ученые не могли сделать много лет. Огромную ценность для социума представляют вундеркинды. Ведь прогресс в науке помогает сделать именно такие люди. Они чувствуют и формулируют то, что абсолютно непонятно обыкновенному человеку и при этом нестандартно мыслят. Десятилетнего мальчика из Кувани, который объяснил происхождение светящихся облаков, можно назвать вундеркиндом. Ведь ученые не могли разгадать закатку 150 лет. А мальчуган додумался, что влага, находясь на огромной высоте, приобретает форму ледяных кристаллов, отражая с собою свет. Школьника на эту догадку внесли в книгу рекордсмена. Также вошел в историю 16-летний изобретатель из Полтавы. Подросток разработал для автомобилей систему освещения дорог. Организация умственных способностей заинтересовалась его изобретением. То, над чем американцы бились два десятка лет, сделал мальчик добавочные фары. Придуманные им вдвое увеличивают освещение ночной дороги. Встреченным автомобилем не слепят глаза. Для любой страны интеллектуалы это большое богатство. Японцы пекутся о своих одаренных детях и тратят на их развитие огромные средства. Эффективные методики поощрения и развития одаренных детей применяются также в Израиле и Америке. Много гениальных детей есть и в истории. К примеру, Моцарт, будучи трехлетним мальчиком, уже давал концерты. Пабло Пикассо, не научившись говорить, уже рисовал. В свои 10 лет ребенок не мог решить простого математического действия. Тяжело давались письмо чтения. Однако в школу искусств 14-летний мальчик сдал экзамен за один день. Первая выставка картин Пикассо появилась, когда ему исполнилось 16, а в 20 он стал популярным художником. Лев Ландау окончил обучение в школе в 13 лет, университет в 19. Доктором физических наук ему удалось стать в 26 лет, а через год уже профессором. В лицеях России для вундеркиндов свои способности смогли раскрыть и другие дети. 10-летний Савелий Костенко, работая по составленной для него программе, написал книгу по физике. А через два месяца закончил школу. В Лондоне живет вундеркинд с удивительным голосом. Мальчик в 12 лет выступает с концертами на сценах мира, играет на музыкальных инструментах и сочиняет музыку. Вы прослушали тему. Невероятно, ребенок сделал то, что современные ученые не смогли сделать много лет. Продолжение следует...